Всем привет! Сегодня хотела поговорить немного о воспалении век. Разберем с вами быстренько блефориты, холезионы и прочие неприятности, которые бывают навек. Как правило, воспаление век затрагивает две большие категории пациентов. Первый – это пациенты детского возраста, как правило, детсадовского даже возраста. И вторая большая категория пациентов – это пациенты пожилого возраста с различными сопутствующими заболеваниями. Как правило, блефорит у них является осложнением какого-то параллельно идущего процесса. Например, простуды, переохлаждение, инфекции. У пожилых людей это может быть сахарный диабет, у маленьких детей это может быть нарушение пищеварения, какие-то проблемы, связанные с дисбактериозами. Так или иначе, самостоятельно такие воспаления бывают редко. Как проявляется блефорит? И у взрослых, и у детей он проявляется такими общими симптомами, как покраснение века, покраснение края века, появление корочек, гнойного отделяемого периодически, и, естественно, покраснением глаз. Если ребенок очень маленький, он может на это не пожаловаться, но он будет тереть глаза. Он будет их просто тереть, вы заметите, что они красные. Взрослый человек, пожилой человек, как правило, жалуются на то, что веки тяжелые. Опять же, они могут зудеть, они могут давать дискомфорт какой-то. Понятное дело, что он сам пожалуется на красноту, отечность, на то, что ему что-то мешает. Проблема блефорита в том, что он, как правило, самостоятельно не проходит. То есть это надо как-то лечить. Понятное дело, что если лечение у вас идет местное, то системное тоже должно быть. То есть надо искать какую-то причину, почему у вас такая проблема произошла. И если это просто простудное дело, то есть вы переохладились или еще что-то, то это одна история. А если есть какие-то проблемы с другими системами, то это, соответственно, будет уже комплексное лечение. Попробуем разобрать с вами тогда изолированное поражение век. Например, типичная дисфункция мебомиевых желез. Как правило, бывает при длительном хроническом блефорите поражаются мебомиевые железы, в них начинает скапливаться секрет. И пациенты жалуются, помимо того, что у них красные веки, на то, что по краю век появляется такое пенистое отделяемое. Иногда они прям могут увидеть такие шарики на краю века, на ребре века. Это говорит о том, что мебомиевая железа работает плохо, в ней застаивается секрет, и она может дальше воспалиться. Если она воспаляется, у нас возникает такое состояние, как халязиун. В переводе на русский язык это, по большому счету, градино. То есть это такое округлое образование с четкими границами. Кожа может быть вокруг него изменена, покрасневшая. У детей часто оно бывает болезненным, у взрослых тоже, в общем-то, особенно если это сильное воспаление. Чем это неприятно? Сам по себе халязиун может не пройти. То есть это будет хроническое воспаление, которое периодически то затихает, то снова появляется, и служит постоянным источником инфекции в этой области. И у детей, и у взрослых его, конечно, надо лечить. Основное лечение, как правило, у нас консервативное. То есть это антибактериальные капли, противовоспалительные капли, мази антибактериальные. Чаще всего используются комбинации и капель, и мази антибактериальных и противовоспалительных. Если халязиун за определенное время не проходит, то в такой ситуации он может инкапсулироваться. То есть создается плотная капсула, которая не дает отходить нормальному содержимому, и она периодически будет воспаляться. То есть такой шарик навеки пальпируется, вроде он не воспаленный, не страшный, но стоит человеку простудиться, как в этом месте снова начинается воспаление. И это, конечно, неприятно. В идеале, конечно, такие халязиуны лучше удалять. Это не просто косметический дефект, это источник хронического воспаления. Удаляется халязиун несколькими способами. Можно удалять классическим способом, с помощью хирургических инструментов, можно с помощью лазера. И в том и в другом случае это все равно оперативное лечение. То есть это, как правило, госпитализация в дневной хотя бы стационар. У маленьких детей это делается только под наркозом, потому что если взрослому человеку еще можно объяснить, что надо полежать немножко, потерпеть под местной анестезией, то ребенок 2-3-4 лет, конечно же, этого делать не будет. Чем неприятны еще халязиуны? Если это воспаление течет длительно, если он хронически у вас обостряется, а уж тем более, если их несколько, а такое тоже бывает, они могут между собой еще сливаться. Не сливаться, а скорее давать большую воспалительную реакцию. И что самое неприятное, при снижении иммунитета такие халязиуны могут стать абсцидирующими, то есть превращаться в абсцесс века. Абсцесс века – это уже очень опасная штука, она должна лечиться системными антибиотиками, и по возможности максимально быстро дренировать его надо. Удалить гной, поставить дренажик и посмотреть, что дальше будет с этим веком. Почему абсцесс века и абсцидирующий халязи обязательно надо вскрывать и удалять? Дело в том, что если самопроизвольно вскрывается абсцесс века, он может вскрыться не только наружу, что, в общем-то, неплохо, но и в толщу века. И у нас уже будет самая настоящая флегмона века, что тоже ничего хорошего, поскольку века сообщается у нас с орбитой, орбиты у нас сообщаются своей верхушкой с кавернозными синусами, и, соответственно, совершенно прекрасно это все может дойти до менингита. Поэтому, конечно, вот такие воспалительные реакции на веках, казалось бы, с маленького халязи, который развивается с маленького блефорита, могут принести очень большие неприятности, если их не лечить и неправильно за ними ухаживать. Поэтому, если вы нашли у себя, у ребенка или у своих родственников вот такой шарик на веке, обязательно обратитесь к врачу, обследуйтесь, полечите. Если не лечится, то удаляйте. Не надо копить, хранить вот эти инфекционные очаги на веках, так близко к жизненно важным органам. И что еще очень важно, халязи он ни в коем случае нельзя греть. Любое воспаление от нагревания начинает еще больше увеличиваться. И хорошо, если это воспаление, опять же, прорвется наружу, а если нет. Поэтому ни в коем случае при виде халязиона не занимайтесь самолечением, не пытайтесь его выдавить, не пытайтесь его разогреть там теплым яйцом или еще чем-то теплыми компрессами, это опасно. Оно подлежит либо антибактериальному и противовоспалительному лечению, если оно лечится, если нет, то обязательному хирургическому лечению, с которым тоже лучше затягивать. Желаю вам никогда не встретиться с этим заболеванием. Будьте здоровы и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok